Валерий спрашивает, какой метод лучше использовать для энергетической очистки себя? Валерий, это зависит от каждого конкретного человека, от его уровня развития сознания. Кому-то достаточно просто посидеть в медитации и осмотреть свои системы, ощупать их, посмотреть, где он что подцепил в течение дня и снять это с себя, демонтировать. Другим нужно, например, серьёзно заниматься спортом, серьёзно поддерживать чистоту в одежде, в отношениях, в мыслях, в чувствах, дома, у себя прежде всего, на работе. Другим, третьим, необходимо ехать к мастеру, чтобы он помог им справиться с возникшими проблемами. Всё зависит от того, в каком состоянии сам человек находится, какие у него цели и задачи, и что он сейчас фактически делает на данный момент. То есть если это профессиональные спортсмены, ему будут одни рекомендации, если это человек, находящийся в офисе 8 часов, ему будут другие рекомендации. Вот тебе непосредственно рекомендую раздельное питание с физической нагрузкой, занятия спортом, йогой или что-то там для себя выберешь. Всё то, что ты делаешь сейчас. И вы уже на проекте реконструкции, находящейся не первый год, вы уже обучены медитации. Даже если вы сейчас пока неглубоко не понимаете, например, что вы садитесь, и ваше тонкое тело… Садитесь, уделяете тому время, ваше тонкое тело распаковывает себя, одно из тонких тел, так скажем, начинает изучать себя со стороны. Возможно, некоторые из вас ещё этого не видят и не ощущают. Но, тем не менее, на реконструкции этот механизм у вас есть. И даже если вы не видите, этого не ощущаете, я прошу вас уделять этому время в течение дня, допустим, час или два, когда вы можете посидеть в тишине и заниматься только этим. Это можно делать и перед сном. Для этого рекомендую ложиться раньше на два часа, на час, сколько у вас будет получаться, и заниматься этим. Это можно делать и лёжа. То есть медитация – это не обязательно сидящий человек. Ваша задача – уделить этому время, когда те, кто вами занимаются, поймут. Вот этот человек успокоился, его больше не беспокоят ни рабочие вопросы, ни бытовые. Его дети уложены спать, и ими занимается кто-то другой. И вот сейчас можно заниматься непосредственно тем, что очистит и приведёт себя в порядок. Ты спросил про энергетическую очистку. Я бы здесь затронула ещё энергетическую защиту. Самая лучшая энергетическая защита – это твоё сильное поле, твои сильные оболочки. Поэтому каждый день тренируй их. Вроде кажется, что такого, что я каждый день бегаю, плаваю, или каждый день правильно питаюсь, или каждый день отстаиваю свои права, какие-то важные, например, не убивать животных. Не воровать, делать какие-то ещё неприятные, некрасивые вещи. Но это всё накапливается. И когда это накопится в критическую массу, оно выливается в то, что ты вдруг в один прекрасный момент, сидя или лёжа в той же самой медитации, ты вдруг увидишь себя со стороны. Поэтому просто накапливай этот баланс, накапливай эту критическую массу, которая потом выльется в то, что в один прекрасный момент с тобой произойдёт чудо. Если ты читал «Мастеров», а я думаю, что ты читал, очень многие говорят о том, что это просветление, частичное просветление, так скажем. Когда ты начинаешь, одна из оболочек начинает видеть себя со стороны, случается, как правило, всегда неожиданно. И почему это случается неожиданно, вот тебе рассказываю. Накапливается критическая масса того, что ты делаешь с собой в течение всей жизни. То есть как ты живёшь, чем ты занимаешься, как ты мыслишь, как ты проводишь свой день. И в конце концов это выливается в то, что ты начинаешь видеть, слышать и понимать. Потому что Богу твои цели ясны, и Бог тебя всегда строит на тонком плане в соответствии с твоими целями. И потом эти цели, они приводят тебя, и те построения, цели и построения, которые для тебя делает Бог, ремонтируют твои тонкополевые системы, они приводят тебя к твоим, вот тем самым целям, которые ты ставил. Поэтому просто продолжай работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова